Сегодня заключительный, третий выпуск моего видеодневничка, посвященный истории Советского Союза. Не того Советского Союза, который был гнусным, геополитическим, незаконным теробразованием краснобандитов, а легендарного турбохода Советской Союз, на котором многие старожилы Дальнего Востока совершали рейсы из Владивостока в Петропавловск на Камчатке и обратно. Это то, что вы сейчас увидите. Это лекция Сергея Сигачева, он же известен как Перископ в так называемых интернетах. Сигачев – это известный исследователь транспорта из Санкт-Петербурга. Два десятка лет он прожил на Камчатке, а последние полтора десятка лет он интересуется пароходами, стоявшими на линии Владивосток-Петропавловск. Итак, сегодня третий, заключительный кусочек лекции Сергея Сигачева о Советском Союзе. Эта лекция была прочитана в седьмой день сентября в Камчатской краевой научной библиотеке имени Семена Крашенинникова. Итак, смотрите. И вот с восторгом у меня есть несколько статей 15 мая, 57-го, 16-го июня из Камчатской правды, где корреспонденты прямо чуть ли не захлебывались в эпитетах, что там всего нового. Вот немножко я зачитаю, давайте вам из Камчатской правды. Пассажирские помещения красиво отделывают ценными породами дерева. Красным деревом, орехом, грушей, карельской березой, палисандром, дубом, ясенем. Открытые палубы сделаны из орегонской сосны. А кладовые камбузы пекарни операционные из метлахской плитки. В музыкальном и танцевальном салонах лайнера палуба покрыта фигурным цветным паркетом. Судно радиофицировано по последнему слову современной науки и техники. Значит, там была своя радиостанция с тремя каналами. То есть на одном лайнере можно было в три собственных программы. Это тоже было... Но представьте, что для этого нужно было держать отдельных людей. То есть кто-то должен был формировать музыкальную программу, кто-то там должен был читать статьи и рассказывать про Дальний Восток. Вот, и про что уж там была третья программа, я не знаю. Но факт тот, что в каждой каюте стоял радиоприемник, где по судовой трансляции можно было переключать целых три программы. Вот это вид уже Советского Союза на ходу. И вот из личных присланных мне фотографий, вот кое-что, значит, здесь вот написано на память о переходе Владивосток-Петропавловск, июнь 58-го года. Ну то есть каждый рейс на этом лайнере был для участника просто праздника. То есть люди попадали из обыденной атмосферы, ну такой сплошной праздник, который там длился четверо с половиной или пятеро суток. А мы помним, что в отличие от более мелких судов, там Русь или ИЧ, которые были почти в два раза меньше, это был самый современный германский лайнер до войны, и там были вот эти цистерны Фрайма, успокоители качки, и, собственно, качка почти не ощущалась, равно как и вибрации. Вот здесь, это тоже снимок 58-го года. Значит, на Советском же Союзе было предусмотрено место для восьми автомобилей, которые можно было перевести во Владивосток, а потом ездить на материке, и потом обратно. То есть на эти личные автомобили тоже приобретался билет в оба конца, и потом резервировали место, и можно было, скажем, на своей «Волге» ГАЗ-21 уехать на нем на материк, на «Волге» колесить где-то там, и потом вернуться на Советском Союзе обратно на Камчатку со своим автомобилем. Экспедиция Кардашевского так в свое время и делала. Они грузили две «Волги» до Советский Союз здесь, довозили до Владивостока, и дальше уже шли в автопробег на Москву, и назад возвращались. Это, если я не ошибаюсь, 1967 год. Вот, но у меня есть здесь человек, у которого родители как раз именно так со своей «ГАЗ-21» ездили в отпуск. Именно так. Вот, но здесь мы видим четыре яруса, значит, кают разного класса, и вот вверху помещался первый класс и люкс, и вот эта вот прогулочная палуба шла. Вот она ушла вот так, здесь, которую я показывал чуть раньше. Так. А, ну, мы уже будем направлять. Ну, вот такая вот была табличка «Советский Союз», вот, и обложка этого буклета «59-й год», которую я еле-еле нашел, значит, спустя пять лет после того, как начал заниматься этой темой. Вот, давайте немножечко посмотрим, как вообще была устроена Камчатская экспрессная линия, когда основной поток пассажиров шел морем, вот, в отпуск. Значит, здесь мы видим линию Владивосток-Петропавловск в зимнем, ой, в летнем варианте, когда они шли, как вот здесь видно, они шли через пролив Лабироза. Вот. А зимой, когда здесь была ледовая обстановка затрудненная, они шли между Сангарским проливом, вот здесь вот, и вот так вот вдоль Курилл уже шли, это был зимний, зимний рейс, то есть трасса зимнего рейса. Вот, давайте посмотрим расписание. Это спутник пассажира, 1962-й год. Вот. Значит, мы здесь видим, что здесь у нас на линии стоят Советский Союз, Азия, Русь. И вот они все чередуют, чередуются. То есть на линии стоит три лайнера. Из них Советский Союз везет самые значимые грузы, потому что он, собственно говоря, самый большой вообще в Советском Союзе. Вот. Ну и все, естественно, отправления и даты все расписаны четко. Вот. Вот можно посмотреть, сколько стоило тарифы. Это опять же, 1962-й год, самый первый год после хрущевской динаминации, 1961-го года, когда вот рубли, появились те привычные позднесоветским людям именно вот деньги. Ну вот смотрите, значит, Петропавловск-Камчатский, первый класс, самый крутой, стоил почти 50 рублей. Вроде бы как бы немного, но для 1962-го года это приличная сумма. Вот. А третий класс, которого было больше всего, стоил 20 рублей тогда. Потом, правда, сразу скажу, что цены повышались дважды. И классов на Советском Союзе становилось больше. То есть, насколько я помню, когда я застал Советский Союз, то там было шесть классов. Значит, люкс, полулюкс. Первый, второй, третий и четвертый дембельский, где были вот, так сказать, на Розеоне. И возили либо дембелей, либо тех, кого брали по призыву на Камчатку. Ну, здесь вот пока было только четыре класса. Вот. Это картина лайнера из буклета 59-го года. Какой-то неизвестный мне художник изобразил на такой вот фоне Камчатки. Вот, возможно, он имел в виду Вилючинский вулкан. И вот, значит, эти вот камни, когда мы проходим южнее мыса Станинского. Ну, и немножко интерьеры. Значит, вот это у нас музыкальный салон. Курительный салон. Курительный салон второго класса. Их, кстати, было там несколько. И каждый был оформлен, как кают-компания. Значит, это каюта второго класса. Значит, первого класса была похожа, но шире и с диваном. А здесь мы видим, значит, раз, два, три. Ну, полки вот там вот находятся за навесочкой диван. Два стула, значит, светильники. Ну, все вот это вот очень красиво, конечно. Потому что я как раз ехал в школьном своем круизе, ехал на втором классе. Вот, и вот эта вот каюта, мне, собственно говоря, она знакома. Детская комната. Вот по тем временам, для 59-го года, это тоже было, в общем, очень продвинутое решение. То есть, видите, здесь есть и горки. Значит, там дальше идет игральный уголок, где были детские игры, там большие кубики, там и так далее. То есть, она была достаточно большая по размеру, я тоже ее помню. Ну, и, конечно, вот то, что поражало, вот эти парадные коридоры, когда ты заходишь, значит, из трапа заходишь внутрь на третий ярус, и тебя встречают такие золоченые перила, бронзовый герб, и вот эти вот парадные лестницы, которые ведут наверх, вот так вот, знаете, усами. Вот это меня, кстати говоря, поразило тогда, как школьник. Вот. Это ресторан первого класса. Ну, первого класса было немного пассажиров, вот. Ну, на самом деле, там кормили примерно одинаково. Ну, вот здесь были какие-то картины, которые неразличимы. Я, к сожалению, не знаю, жаль, нет цветных фотографий. Ну, а это вот третий класс, которые были внизу, в зоне иллюминатора. Ну, в принципе, да, достаточно спартанское, но тоже, уж дембелью-то почему бы не ехать. Ну, и вот, значит, теперь мы, наверное, давайте рассмотрим еще один интересную грань истории этого корабля. Это я рассказал вообще, как вот выглядело на Камчатском сообщении. Но, что у нас происходило в 60-х годах? А происходило у нас бурное развитие реактивной авиации. В 57-м году сюда прибыл Ту-104 и установился первый рейс реактивной авиации. То есть это были не те ЛИ-2 или ИЛ-14, где тебя выворачивало и бумажные пакетики, ты там мучился с ними по 6 часов до Хабаровска. Нет, это было уже 2 часа лететь до Хабаровска или с тремя посадками до Москвы. И, естественно, часть людей стала переходить на авиацию. Загрузка лайнеров стала падать. Ну, медленно, но уже стала. И поэтому Советский Союз, как один из самых таких, ну, так скажем, оснащенных кораблей, заслуженных, его стали ставить на зарубежные круизы. Вернее, не на зарубежные, а так называемые круизы из зимы в лето. Как это выглядело? Значит, круиз такой стоил приблизительно 500 рублей. Был он зимой и стартовал из Владивостока. Значит, лайнер уходил на 2 недели в тропические воды без захода в зарубежный порт. То есть он шел сперва мимо Кореи. Значит, возле Цусимы останавливались, там спускали венки памятные, ну, где вот гибель русской эскадры. Потом шли южнее, мимо Тайваня, до Филиппин или даже Индонезии. То есть доходили до экватора, значит, там теплоход разворачивался и потом уходил обратно на Владивосток, но окибая Филиппины уже с другой стороны. То есть он уже там окибал Филиппины и около Японии потом проходил обратно в порт. То есть пассажиры видели различные страны с палубой, но не заходили ни в один порт. Значит, вот по этому поводу тоже собрано много воспоминаний. Вот чуть-чуть я вам могу зачитать, как вот впечатление. Это был пассажир Михаил Матвеев из одной, значит, корабельная развлекательная индустрия действовала на всю катушку. В самом начале круиза каждая группа выбирала себе имя – морепроходимцы, бычки в томате, морские дьяволята. Под такими названиями выпускались и стен газеты. В каждой группе был избран кабинет министров – министр финансов, культуры, бытового разложения, пан-спортсмен и, конечно же, премьер-министр. В моей группе, например, чтобы не скучать, вскоре сформированный кабинет министров был свергнут, и власть захватила хунта черных полковников. Ну это вот так пассажиры развлекались. То есть можно было. А какой год? 75-й. Повсюду были натыканы бары, кабачки, спиртного в досталь. Эротическими мотивами был пропитан корабельный воздух и жгучее экваториальное солнце. А по ночам – южный крест. Каждая группа в какой-то день вставила свой концерт. Так и развлекались. Это вот впечатление пассажира именно таких вот рейсов. То есть граница дозволена, но там, скажем так, были значительно дальше, чем мы привыкли думать. Ну и вот с этими круизами был связан самый громкий, самый громкий, так скажем, скандал, связанный с Советским Союзом. В один прекрасный круизный рейс, а может, не прекрасный для капитана судна, которого после него сняли, значит, случился такой инцидент, когда Советский Союз ушел с круизом, опять же, из зимы в лето, и с борта судна бежал океанолог Станислав Курилов. Значит, немножечко подробнее вообще про этот случай. Значит, Курилов 36-го года. Значит, бежал он в 74-м, было ему тогда 38 лет. Ну, вообще, это как бы из разряда таких совпадений и оптимальных. То есть он рассчитал оптимальный маршрут, когда лайнер подойдет ближе всего к Филиппинскому острову. Значит, там расстояние было всего лишь 18 километров или 10 миль. Но это, в общем, для подготовленного пловца в тропических водах, если не считать акул, конечно, то нормально. Вот. Значит, ну, он так и делает. Значит, ночью, когда никто не видит, он прыгает с кормы с высоты 12 метров. Причем, он заранее запасся, значит, снаряжением. У него была ласты, маска, трубка, значит, бутылочка с водой небольшая. Значит, и, в общем-то, он считал, что, ну что, за какие-то 18 километров он преодолеет достаточно быстро. Да. Значит, однако он не учел течений. И вот, значит, течение его относили и относили. И вместо 18 километров он плыл трое суток до ближайшего берега. И проплыл около 100 километров. Причем это всего лишь там один литр пресной воды имея, который, наверное, он там быстро выпил. Никакой еды не было, значит, естественно, какой-то сон, никакого сна. Значит, через трое суток он высаживается на берегу Филиппинского острова. Вот я здесь не записал, но можно посмотреть в интернете. И там его сразу принимает филиппинская полиция. Она считает, что это диверсант. В общем, его принимают, естественно, в кутузку. Он сидит почти год. Потом идет расследование. И, наконец, он все время говорит, я политический беженец. Я, в общем, против Советского Союза и так далее. Значит, его принимает Канада. То есть филиппинцы переговорили с... Кто готов принять, Канада принимает. И, короче, он депортируется туда, под конгоем. Ну, в Канаде к нему уже другое отношение. Ему дают гражданство. Но там у него не складывается с работой. И он работает в пиццерии. Сколько-то лет. Затем он удачно женится на израильтянке. Уезжает в Израиль. И, значит, уже ближе к 50 годам у него налаживается жизнь. И там он уже работает в хайфе, в океанологическом каком-то учреждении. Уже по профилю. То есть водолазные работы и так далее. И, собственно, конец его жизни, он связан тоже с водолазными работами. Он тонет в 98-м году от обрыва водолазного шланга. То есть все связано с океаном. То есть океанолог должен утонуть. Вот это нормальное завершение судьбы. А занесли его в книгу Икода Кивеса? А вот это я не знаю. Хотя, по идее, наверное, можно. Но сам факт... По крайней мере, в своей книге он об этом не упоминает. Ну... Он же написал автобиографию. Да, да, да. Я читал. «Один в океане», по-моему, называется. Да, да. По-моему, по-моему, это Полищук Петр Иванович. Но самый знаменитый капитан Союза, это был Борис Гришин, который уже пришел туда героем соцтруда. Вот. И он, значит, командовал кораблем самые благополучные 12 лет. С 62-го по 74-й. То есть, это пик карьеры лайнера. Вот. Во время его капитанства Советский Союз проходит большой ремонт в Гонконге в 71-м году. Там центруют валы. Значит, гораздо лучше, чем... Он же все-таки ходил там чуть ли не 15 лет постоянно по линии. Естественно, все это изнашивается. И у него, значит, увеличиваются снова характеристики до германского уровня. 19,5 узлов. То есть, так как в 38-м году он начинает ходить в 71-м. Опять. Ну и вот мы видим здесь уже цветные фотографии, скажем так, в финальной части, почти в финальной части биографии Советского Союза. Вот здесь вот видно, как Советский Союз в сравнении с Марией Ульяновой. Вот видите, насколько размер различается. Фото Юрия Яковлевича Муравина. Да. Владивосток. Да. Владивосток. А это Петропавловск. Значит, и Петропавловск, он, конечно, знаете... Вот я на всю жизнь помню, ты едешь на 17-м автобусе на дом флота, и вот когда едешь, где 32-й магазин, он вот длинный, ты мимо него там пролежаешь чуть ли не остановку. Вот отсюда видим огромный, реально. Он просто был длинный, очень. 203 метра. Вот. Сейчас просто к нам такие корабли, ну вот заходили, конечно, вот эти вот зарубежные круизники, но они совсем другие. Это утюги. А это был Трансатлантик. Вот. Вот этот вот кадр мне прислали уже читатели. Он у меня в большом разрешении есть, тоже красивый кадр. Это, по-моему, уже после круизной, вот видите, там такие вот вставки наверху для шезлонгов. Не для шезлонгов, там, по-моему, покрытие бассейна. Вот. Это уже после 1974 года. Ну вот опять мы видим Камчатка. Это уже один из самых финальных рейсов его. Уже построен вот там вот, за ним здание горосполкома. Вот. Ну и немножечко о конце карьеры. Это всегда, конечно, такая грустная часть истории, как и у человека, когда он заканчивает путь. Но, тем не менее, от этого никуда не уйти. И так, последний рейс на Камчатку состоялся 27 ноября 80-го года. То есть в декабре, в начале декабря он возвращается во Владивосток и все. Его ставят на прикол. Вроде как бы невыгодно, потока нет, все люди ушли на авиацию. И хотя он еще мог послужить по своему ресурсу, потому что он ремонт-то прошел 9 лет назад. Это был хороший еще пароход. Но на него уже нет объемов. И грузы возят тоже другие уже многие. Значит, флот разросся. Вроде как бы он стал обузой. Значит, его в декабре 80-го года переименовывают в Тобольск. И он становится плавказармой. То есть он был, во-первых, сперва плавказармой, как мы помним, с 1939 по 1943 год. Значит, на Балтике у немцев. И он стал опять плавказармой для курсантов морских училищ Владивостока в 81-м году. Весь 81-й год он стоит на приколе в бухте Золотой Рог и служит такой гостиницей. Плавказармой даже точнее. Вот. Ну и наконец, когда провели переговоры о том, как его утилизировать, 5 марта 1982 года, за полгода до смерти Леонида Ильича Брежнева, Здравствуйте. Он под именем Тобольск выходит в свой самый последний рейс. С сокращенным экипажем 60 человек, чтобы просто довести до пункта назначения. Значит, командует последний капитан Советского Союза, уже не Советского Союза, а Тобольска, Геннадий Копцев. Потому что Советский Союз, как бы, разделать нельзя, это же политическое название. Но представьте, Советский Союз уходит на разделку, были бы заголовки. Такого допустить, конечно, нельзя. Поэтому вот он с декабря 80-го года, когда закончил карьеру, стал Тобольским. И, наконец, 17 марта 1982 года он передается для разделки на металл. И где-то в прибрежных водах Гонконга его разделывают английские и китайцы. И таким образом он заканчивает свою карьеру. Значит, вот мы видим, как менялись параметры от немецкого до советского биографии. Вот, ну, как видите, пассажировместимость была уже чуть меньше, ну, за счет более просторных калют. Но, тем не менее, почти полторы тысячи человек. И был очень большой экипаж. Вот, то есть, ходовой экипаж, там, по-моему, человек 90 всего-навсего. А все остальные 300 человек, это обслуживающий персонал, там, и прачки. Там была операционная, там, там было столько разных учреждений, отделений и всего прочего, там, начиная, там, от артистической команды. Что у меня в схеме генеральной, которая хранится дома, где-то порядка 87 пунктов занимает перечисление только того, что было на Советском Союзе в качестве подразделений. Вот. Ну, и вот, последний рейс в Петропавловск-Камчатский 80-го года. Ну, такая, не очень хорошее качество фотографии, но, вот, как говорится, факт есть факт. Вот, это был последний рейс. Мы об этом, конечно, не знали. Я думал, что Советский Союз вечный, а он оказался не вечным. Вот, и вот он как-то влезал, а так исчез. Вот. И вот, таким образом, корабль у нас сумел прослужить 59 лет и имел вот такую очень богатую биографию. Вот. Был Советский Союз и нет Советского Союза. Такова жизнь. Вот. Спасибо за внимание. Мне было приятно послушать о Советском Союзе. Так как моя жизнь уже длинная прошла. И я хочу сказать, что я все эти пароходы помню. Юричи, Азия и так далее, конечно. По сравнению с остальными, Советский Союз был очень комфортабельным пароходом. Я на нем была неоднократно, так как мама училась у меня в Кабаровске. И мы каждый год совершали поход к Руизу на сессию в юридический институт. Поэтому я это все корабли хорошо запомнила. Русь была очень качающаяся. Азия была такая шлепающаяся, такая широкая. Вот Сибирь, это вообще была калоша черная, страшная. Она больше семи суток шла. Самый быстрый пароход был Молотов, который на третьи сутки приходил во Владивосток, или с Владивостока в Петропавловск. Ну, а Советский Союз совершенно верно. Он поражал латунными перилами, блестящими. Везде были какие-то завитушки, все красное, красивое. Но и на Советском Союзе я попала в один из сильнейших штормов. Был очень сильный шторм. И практически всю дорогу один из рейсов я лежала пластом. Так что уже было не до красоты. А вообще Советский Союз, конечно, вот я абсолютно игровую комнату не помню. Наверное, уже возрасту, правда, мне было 10-11 лет. Очевидно, где-то она проскочила мимо меня. Может, это был шторм. Ресторан, конечно, поражал. Но действительно, человек, живущий на Дальнем Востоке, вдруг попадал в зал, где все было очень и очень красиво. То есть мое детство связано с такими было ресторанами. И Советский Союз, конечно, он и размерами, когда он стоял у морского вокзала, туда был свободный вход. Никто, ни каких проходных рамок, никакого досмотра не было. Спокойно проходили туда. И когда провожали, это было действительно много народу. И на причале, и на самом корабле. Ну, огромная, огромная махина была. И, конечно же, вот еще запомнилось детство, почему-то почти каждый рейс над нашими самолетами пролетали, над нашими кораблями пролетали самолеты американские. Обязательно, почти каждый рейс. Что это обозначало? Причем они летали очень низко. Ну, с 1962-го моя жизнь уже не была с ними связана. Со всеми этими пароходами, потому что с 1962-го года я уже каким-то образом перебиралась почему-то на самолетах уже дальше. Но, конечно, жаль, что все так быстро исчезло. Мне очень жаль, что и все эти пароходы исчезли. И исчез Николаевский, Петропавловск, которые курсировали по побережью. И, наверное, жители побережья с большой теплотой эти вспоминают пароходы. Ну, я вам ни нового, ничего не добавила. Просто впечатление моего детства. Хороший корабль была действительно легенда о том, что это Адольф Гильдер. Очень упорно ходили. И всем было так, вроде приятно. Вот был Адольф, а теперь какой хороший Советский Союз. Но легенды есть, легенды, чтобы их развлечить. Большое вам спасибо. Очень интересно. Я прошу прощения. Есть еще один финальный вопрос у меня по поводу Советского Союза. Значит, смотрите. Меньше чем через два года, 4 июля 2023 года, будет столетие Советского Союза с момента его постройки. Вопрос. Как вы думаете, как бы разумно его было отметить с точки зрения властей Камчатского края или, может быть, морских властей нашего полуострова и Владивостока? Провести конференцию хорошую, посвященную развитию пассажирского плота на Дальнем Востоке. Логично. И чтобы в рамках этой конференции была представлена твоя книга. Скажи книгу написать. Рейс в Сингапур. А вы все рассадите. С возражением. Да, да. Я вам скажу, что вы можете найти ручку свою. Это кто-то плачет. Ну, наверное, да. И просто здесь есть такой сомнительный момент, что начало биографии у него немецкое, да. И это как бы стеснялись при СССР. Что? Сейчас, я считаю, стесняться нечего. Это профида Парширинского. Парширинский переворот делался на немецкие деньги. Поэтому почему вы должны стесняться немецких корней? Ну, это спорный вопрос, но не этой конференции. Вроде пора устроиться. Для Камчатки также Владивосток курсировал. Где-то через два года собираются водосройку звать Советский СССР. Грузовой или пассажирский? Грузопассажирский. И машина можно, и пассажир. Вот про это я не знал. Строится для Камчатки. Ну, спасибо тогда за мнение. А вы когда были на этом судне, на верхнем палубе, были шахматы? Такие вот здоровые, да, были. Но, знаете, это был... Я когда попадал нелегально туда, я, естественно, на верхних палубах не видел. А вот когда я был школьником, вот в легальном круизе, в Бухту Русскую, да, наверху такие здоровые шахматы, которые можно было переставлять, вот так вот, ну, можно сказать, почти с меня росли. Ну, я сама не была, сегодня мой надплазник мне позвонил из Умени, и вот он вспомнил, что на верхней палубе были большие шахматы, да? Да, были. Спасибо. Ну, если нет еще вопросов, я тогда... Ну, последний вопрос. А бассейн нам пользовались? Он был популярный? Вы знаете, пассажиры, наверное, бассейном пользовались, но нас, школьников, для нас, школьников, бассейн вот в этих круизах не наполняли, потому что суточный круиз. А как уж был большой рейс, дело в том, что я должен был пойти во Владивосток с каникулами, это было на зимних каникулах, но у меня случилось такое, что я за второе полугодие в дневнике вывел чернилами, переправил, короче, там, тройку на пятерку, и это вскрылось, и меня родители лишили этого круиза, и во Владивосток я так и не сходил. Спасибо большое. Иван, спасибо за внимание. Спасибо. Вот и закончился рассказ Сергея Сигачева о турбоходе Советской Союз. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравятся материалы, которые я показываю в моем уютном видеодневничке. Ежели не нравится, ставьте дизлайки, от меня не убудет. Пожалуйста, обязательно пишите внизу под роликом ваши комментарии, вот там, вон, внизу, вы найдете, вы найдете. А ежели вы на моем канале в первый раз, ежели вам понравилось то, что вы увидели, и вы хотите возвращаться сюда снова, 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 снова и так далее, снова, снова, и отказаться от гнусного телевизора, то сейчас в правом нижнем углу экрана появится подсказка, выполним рекомендации которой вы не будете пропускать новые ролики на моем канале. Вот это подсказка, делайте то, что она вам делит. Сделали? Кнопочка подписаться из красной стала светло-серой, и в ней появились два волшебных слова. Вы подписаны? Колокольчик вы тоже нажали? Ай, молодцы, аплодирую вам. Теперь вы не будете пропускать новые выпуски моего видеодневничка. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова